Смотрите, сейчас я вернусь обратно по поводу ниши, потому что нас самое больше всего интересует у нас ниша, помните? Анализ ниши и цель. Почему важно было поставить цель? Мы поставили цель. Давайте я возьму себе цель. У меня сейчас цель, мне нужно купить автомобиль, он стоит вот столько. Возможно меньше. Давайте я зачеркну все-таки. Буду брать так. С нулями, если правильно. Мне нужен автомобиль. Теперь мне нужна какая-то ниша. Подобрать под этот автомобиль нишу. Знаете, есть люди, которые подбирают под айфоны чехол, а я под автомобиль подбираю нишу. Какая ниша подойдет в самом лучшем случае, чтобы заработать, например, за три месяца на эту машину? Да, хорошо, большой средний чек. Возьмем мой любимый ландшафтный дизайн, который я предлагал вам всем, но вы были против. Ландшафтный дизайн. В нем есть куча различных вариаций. Средних чеков от 150 тысяч рублей до 10 миллионов. Подходит, да? Дальше. У нас ограничения есть по времени. То есть у нас должен быть наш цикл сделки не такой большой. Какой цикл сделки нам оптимален? Чтобы за три месяца заработать... Максимально. Да, правильно. Цикл сделки у нас должен быть около месяца. Ниша подходит это? Да. Вполне можно. Отлично. Например, туй продать. Знаете, сколько надо туй продать? 500 штук надо продать. Можно оптом. Туй. Туй по 5 тысяч рублей. Хотя там наценка больше. Деревья. Ну да, туи. Вот. Еще. Что нужно еще? Что нам еще нужно для ниш? Сезон, как ты правильно сказал. Ну, сезон сейчас подходит к сезону. Четвертый сезон. Сейчас самый сезон, можно начинать. Ну, то есть, объясню. Сейчас я объясню все по пунктам отдельно. Дальше еще. Что еще нужно знать о ниш? Нихера подобно. Да что вы придумываете, блядь? Вот каждый из вас подходил, такой, а я не эксперт в этой нише. Что мне делать? Ну, вложения же есть какие-то. Близко. Еще. Во, конкурент. Чего там на рынках конкуренты? А это конкуренты вам и показывают. То есть, конкуренты вам объясняют все. Сколько вам денег надо потратить? Как сильно вам надо изъебнуться с лендинг-пейджами, с рекламой и так далее? Вот яркий пример у нас Костя. Сколько ебалы у нас получается с интернет-магазином? До хера. Я вот ему как раз вариант предложил. Пожалуйста, выкуп квартир. Знаете, сколько стоит? У тебя сколько стоит заявка? Пятьсот? Шестьсот. Шестьсот? Шестьсот рублей у него стоит заявка. А выкуп квартир – 350 рублей. А средний чек? Двести тысяч. Да, двести тысяч ты… Если не на своих деньгах, то 50-200, если своих, то можно на полляно заработать. Ну, да, в зависимости от… Нормально ведь? Вполне. А что лучше? Но при этом… Кстати, конкурентов у тебя где больше? С безделушками больше? В школе. Ну, не обижай его. Ну, ты где бы шаришь? Недвижимость шаришь? Он семь лет занимается недвижимостью. Он так случайно просто об этом сказал. Нет, мы недвижимость. Я больше шарю, чем… Пятьсот. Но, шарит он или не шарит – это второстепенный вопрос. Главный вопрос, что у тебя происходит на рынке с конкурентами. Давайте разберем с этими чехлами. Сколько конкурентов у вас? Бесчислено множество. Основные? Да. Ну, основные давай. Окей. На тех, которых ты равняешься? Пару троих. Хорошо, ну, возьмем пять все равно, да? То есть, те пять тоже, те трое, остальные тоже неплохи. Вот, как анализировать нишу и вообще конкуренцию, как вы считаете? Давайте подумаем. Ну, вы же мужики, взрослые, давайте. Тут одна дама только сидит. С чего начнем? Да, давайте с чего начнем анализ конкурентов. Что сделали конкуренты нового? Хуйня. Как это стоит? Просто уделать. Хуйня. Не позвонить конкурентам и вообще. Хуйня. Хуйня. Да. Начнем с таблицы, бля. Знаете почему? Потому что вы беретесь за все подряд, но зачем вам нужно, как вы считаете, зачем нужна таблица? Ну что, все наглядываем, потом посмотреть. Потому что у вас самая большая проблема в том, что вы берете, например, ну, например, есть конкурент. Вот сейчас он занимается, вот ландшафтный дизайн, возьмем, сложная ниша, но в принципе сложная. Чем человек, чем может быть, чем может заниматься конкурент мой, например? Он может заниматься альпийскими горками. Да. Только. Только, есть такие даже. А он может продавать туй. Да. Может. А он может, не знаю, там, английский сад делать. Может. А классно не делать. А может и не делать. А вы сами-то что будете делать? Вы же пока не знаете сами. Ну, например, не знаете. Кстати, почему говорю, что не знаете? Потому что, вот он занимается ремонтом компьютеров, а, например, запчасти к компьютерам продавать, э-э-э-э, тоже непонятные. А? Пробородать будет? Нет. Нет, ну, я просто, я над ним издеваюсь. Нет, он сейчас меняет нишу, как вы понимаете. Вот, давай, у тебя новая какая ниша будет? Тренинги. Тренинги? Какие тренинги? А что с лифтами случилось? Лифты тоже. А, значит, лифты, давай лифты. Давай просто потренируемся на лифтах. Вот, смотрите, лифты. Давайте попробуем размусолить эту тему. Лифты. А что вы ржете, а? Как вы думаете, что лучше продавать, недвижимость или лифты? Я думаю, что лифты на самом деле. Потому что там быстрее, и маржинальность там такая же, честно говоря. Быстрее. Быстрее, поверь. Да, лифт нужен тому, кому нужен. А недвижимость хер знает, сколько они будут еще. Ты понимаешь, что не сдашь до конца? Я не знаю, что недвижимости больше, мне кажется. Да, это тоже плюс. Ну, лифты и что? А значит, смотри, на чем, значит, проще зарабатывать? На том, где больше конкуренции или меньше? Меньше. Средний чек такой же. Ебалы там, значит, намного меньше. Средний этот счетчик ебалы здесь намного, как бы, там не зашкаливает. Ну, смотри. Какие бывают там, во-первых, ниши? Там бывает ремонт, лифтов, установка лифтов, поставка оборудования. Ну, то есть, продаж, конечно, лифтов. Это неправильно так, но, в общем, пусть будет... Поставка оборудования? Да. И все конкуренты занимаются этим? Или часть из них занимается, не занимается? Соу-соу, да? Ну, опять же, значит, есть какие-то конкуренты, которые узко направлены. Ты будешь как направлен? По всем нишам или по всем этим? По всему. Просто разная война будет сам. Да, да. Просто там где-то короткие деньги, а где-то очень длинные. Правильно, уже близко. Это у нас просто будут, по факту, это три таблицы, как вы понимаете. То есть, лучше всего разделить на три таблицы. Ну, потому что конкуренты там могут быть разные, одинаковые, ну и так далее. То есть, вы должны будете определиться. Причем, это вам, запомните, вам сделать надо всем. То есть, я разбираю свои ниши. Не пиздите, никто не разбирается хорошо в своих нишах. Ну, серьезно. Вот возьмите любую нишу. Вот, роспись стен. Ты всех уже прозваниваешь, что, наконец-то, конкурентов. Бывает. Почему не всем звонить? Почему? Каждому вы уже звоните, потому что целый день. Один день, блядь, один раз в месяц-то можно потратить свое время. Ну, целый день, ну что ли? Мои заказчики говорят, что им тут телефон не подходит. А ты позвони, узнай, точно не подходит или нет. Вам заказчики, кстати, еще тоже рассказывают много чего интересного. Нет, наверное. Может быть, один из. Я какой-то показывал. Уж извини, я твой ладинг показывал. Да, может быть, один из. У него просто, у него несколько даже. Уже, если уж на то пошло. Ладно. Короче, есть три уже деления на тематике. У вас тоже должны быть, например, чехлы. И дальше у вас еще чего вы допродаете? Надо все равно взять пять конкурентов основных. По каждой из этого по направлениям. То есть, если у вас чехлы, окей. А еще чехлы можно еще дальше делить, на самом деле. У вас айфоны, они же там тоже как-то делятся наверняка. Ну, может быть так, да. Не имею в виду, что есть там, допустим, Samsung, Apple, у них же тоже разные чехлы. А производители, у них же один тот же? Ну, производитель самого чехла. Тогда вообще там делить нельзя. Надо просто как-то сгруппировать информацию так, чтобы у вас была выделена первая целевая аудитория. То есть, вы здесь, здесь вот ремонт лифтов и установка лифтов, это разная целевая аудитория? Да. Та же самая херня. Ландшафтный дизайн. Альпийские горки и английский сад. Разная целевая аудитория. Даже просто ландшафтный дизайн, люди, которые вбивают, третья целевая аудитория. Вам надо очень попробовать разделить либо свою нишу, либо несколько своих ниш. Кто хочет запустить несколько ниш, кстати? Вот еще вопрос. Раз, два, три, четыре, пять, ну половину. Ну, желательно запустить как бы две-три ниши. Я объясню почему. Потому что, например, если я буду сидеть на одних лендингах, мне будет херово. Если я буду сидеть на одном директе, мне будет херово. А вдруг завтра он отвалится, например, да? А если я буду заниматься вообще только контекстной рекламой или просто чисто маркетингом, агентством, тоже не есть хорошо. Лучше, чем-то еще заниматься дополнительно. Потому что это, ну, куча всего. Дополнительные деньги и так далее, и так далее, и так далее. Понятно? А это реально, что за три месяца тренируется? Можно. Я вам могу показать, да, я вам могу показать человеку, который вообще не разбираясь, за месяц-десять запустил. Деньги везде бывают. Это правда. Деньги не везде? Деньги, гений, говори, таланты. А, гений? А как он, даже если... Слово за... Серьезно. Вот он запустил десять. Как он успел все десять провести? Или он погряз в этих десять... А здесь самое важное. Вот гениальность его заключается в том, что он быстро наладил бизнес-процесс. То, о чем мы будем чуть позже говорить. Бизнес-процесс наладиваешь и все. Я сейчас зарабатываю деньги, пока с вами пищу. Но в другой нише. Все. У меня таких может быть десять. Правильно? Какая разница, я с вами пищу, а там деньги зарабатываются. То есть, это легко делается. На самом деле, вам главное потренироваться на одной, двух, трех нишах. Я вам могу показать реально ребят, которые имеют десять ниш. Реально, десять ниш. Никаких проблем с нишами у них нет. Единственное, может быть, проблема с тем, что... Даже маркетинг они все равно делегируют. То есть, они отдают. Даже ландшафтный дизайн тот же. У меня пришел недавно... Я накаркал, видно, у меня наш пришел заказчик. Сейчас с ним какая проблема? У него уже запущено три лендинга, еще ему надо семь запустить. То есть, у него там три, он уже зарабатывает, у него уже 400 есть в месяц. И еще семь ему надо запустить. Это только по ландшафтному дизайну. В принципе, это, можно сказать, разные ниши. Потому что, опять же, альпийские горки и английский сад, это, естественно, совсем разные вещи. Ладно. Вам надо разобраться, чем они занимаются. То есть, это тип будет. Или уклон, услуга, короче, услуга. Или тип услуги. Ремонтом, установкой оборудования. Может быть, они занимаются... Может быть, это будут три таблицы, в зависимости от того, как вы сами захотите. Может быть, у них будет сразу несколько. Например, ремонт и установка. Почему? Желательно разделять все это. Потому что, например, есть господа сейчас, у которых есть по два, по три лендинга. У них там разные уникальные торговые предложения. То есть, не сайт, а лендинг. И вы находите, например, в ремонте квартир, ой, в ремонте лифтов. Там сидит тот же самый засранец, но у него другое торговое предложение, и вам этот лендинг нравится. А потом вы заходите на установку лифтов, там тот же засранец сидит, но его лендинг вам уже пиздец не нравится, и у него упортое торговое предложение. То есть, вам не нравится, как это выглядит. Поэтому желательно это все равно отдельно расписывать, и этих господ тоже раздельно. Ну, либо три таблицы. Дальше. В таблицу что мы будем вносить основное? Ну, что мы будем делать? Вот, допустим, открыли мы Wordstat, или открыли мы просто Яндекс, вбили туда. Нет, ну ладно, сезонно сейчас пока оставим. Что вы по конкурентам будете смотреть основное? Ну, адрес сайта, сайт, что нравится. Ну, какие у них на рынке? Это количество, в первую очередь. Как быстро отвечают, наверное, адрес сайта? Вообще берут за трубку. Да, кстати, это очень важно. Как быстро берут трубку, кстати, еще тоже важно, потому что они могут взять с седьмого раза в десятого. Цена какая? Цена, доставка, чем? Еще? Скорость, так. Какое предложение мне дают? Смотрите, пойдем. Я сюда сейчас перенесу это все, ладно? Будет самого важного до самого неважного, хорошо? По пунктам. Первое, это, естественно, ну, тип услуги, какие они типы услуги предоставляют. Можно через запятую, опять же говорю, можно просто отдельно расписать, например, услуга, одинаковые адреса, одинаковые, ну, или разные адреса сайта, но это одинаковый конкурент ваш. Второй момент. Понятно, да, о чем я говорю? То есть разделять по максимуму. Дальше. Адрес сайта, потому что вы туда будете лазить, адрес сайта. Чехлы те же самые. Посмотреть, что они продают, что популярно у них, на каких страницах люди могут задерживаться, на каких не задерживаются, так далее. Просто посмотрите, товары локомотива можно на них посмотреть, проанализировать? Глубже, да, я согласен. Поэтому следующим этапом вы звоните, заказываете этот чехол. А потом менеджера спрашиваете, алло, здрасте, а какой у вас самый популярный спрашивают? Вот хочу самый популярный. В чем проблема? Можно это сделать? Можно. Если не отвечает следующий интернет-магазин. Алло, здрасте, а можно самый популярный у вас чехол? Для айфона, например. Какой это самый популярный для айфона? Вот хочу самый популярный. Если будет паривать, наоборот, самый дорогой. Следующий магазин. А потом задаешь вопрос, а какой у вас самый дорогой? Тоже какой. Ну нет, лучше смотрите. Можно же не просто спрашивать самый популярный. Хочу подарить своей девушке. Какой у вас популярный для девушки? Ну я не разбираюсь, блин, в чехлах. Что вы мне? Если они вам впаривают дорогой, хорошо, не вопрос. Это значит, что надо записать. Впаривают дорогой. Просто еще такая продъема, например, у ферментарных с червами, там, например, есть 30 марок телефонов, то есть, например, Apple, Samsung и так далее. Берешь самый популярный. И у каждого еще там по 30 моделей. Берешь только популярный. Бери топ-5. Никогда не берите все там 30, по 40. Потому что на HTC, ну ты знаешь, я вам посмотрю, там у людей, у которых HTC, у них там нет, у них там какой-нибудь натянут гондон и все, и как бы, они просто его топят и все, и пофиг, следующий покупают. С чехлами там? Ты знаешь, у меня дома лежит около 50 чехлов на iPhone. Как ты думаешь, сколько из них мои? Нет, один почему. Даже два года, по-моему, одет на телефон. Причем на 5S есть, сейчас на 6, вот это на 6+. Там, я недавно увидел с ушками. Вот эти вот, это просто трэш. Ну и вы же все продаете, я просто знаю. А я как бы, как человек, я же помните, вам рассказывал про эти затычки, которые вы бесплатно раздаете, а у меня девушка, по-моему, за 15 или за 30 рублей их покупала на Алиэкспрессе на этом. То есть, даже это продается. Там в подарок никто не дает, извини. Вот, адрес сайта, дальше третье. Давайте теперь решим. Вот здесь очень важный момент. Как вы считаете, вообще, на самом деле, знаете, какая ваша самая главная задача, ребят, вообще в бизнесе. Да. Как интернет-маркетолога, мы же все юные интернет-маркетологи. Собрать уникальное торговое предложение, на самом деле. Потому что, если у вас крутое уникальное торговое предложение, у вас будут покупать. Почему BMW покупают? Оно сыпется, как я не знаю, что. Ну, а темнее, почему покупают? То есть, BMW, это марка. Ну, то есть, нет такой ниш, в которой нет ТП. ТП хорошо, просто ТП. В своем случае, особенно. Давайте разберемся с такой УТП. УТП это уникальное торговое предложение. Если у каждого есть свое уникальное торговое предложение, ну, по-хорошему, в нишу, у каждого уникальное, что-то не так с нишей, явно. Да, бывает ниша, в гарантии. Например, давай. Давай, хорошо, вот, монстр бит. Супер, вообще шикарно, молодцы. Давайте решим, что для клиента самое важное. Вообще клиенту, вот ты покупаешь, я не знаю, айфон покупаешь. Что для тебя важно? Да, качество. Он был айфоном. Ну, хорошо, да. Вот он покупает айфон, чтобы он был айфоном. Гарантии. Ну, то есть, мне это продали, короче, за 10% по цены, потому что я могу, то есть, даже если его утоплю, я сдаю, короче, мне новое. Ну, то есть, это же... Это для тебя настолько важнее, чем айфон? Нет, это просто как один из критериев, допустим, выбора. Если бы это было айфон, то есть, я такого не предложу, там в истории предложили. Ну, это была не китайская хрень. Ты хочешь купить себе бмв, даже бэушную. На что ты будешь, в первую очередь, смотреть? Цену. Наконец-то, блядь, ты смотришь на цену, все равно. Но ты смотришь на цену, а если бы тебе за 175 продали? Ну, цена ценой, на маркете на 20 тысяч дешевле. Нет, там не на 20 тысяч по-любому. 15 тысяч. Надеюсь, скорее. Ну, ладно, не суть. Окей. Ты все равно смотришь на цену. Ну, ты смотришь на цену. Молодец. Первое. А, значит... По максимальной цене. Нет, просто люди все разные, абсолютно, ребят, смотрите. Я вам объясню. Например, когда я покупал этот плюс, он стоил 75 или что-то такое. Я поставил заявку на одном, в одном интернет-магазине. Я в Таиланде был, а заказал его, короче, в Россию. Потому что в Таиланде он стоил на тот момент с курсом. Кстати, по поводу цены. Он стоил 90. То есть 15 тысяч разницы как раз уже просто там, если брать. Я заказал его в каком-то магазине. На 2 тысячи или на 3 тысячи дешевле. Ну, я так посчитал, думал, ладно, хрен с ним. Там никто не ответил. Просто заявку как бы бросили, никто не ответил. Но цена для меня, например, играла в значение. Потому что мне абсолютно было на тот момент все равно, Но будет там какая-то там утоплю-не утоплю. Потому что я вообще его в подарок. То есть мне абсолютно все равно. Вот. Поэтому на цену все смотрят абсолютно. Вы когда покупаете любую вещь, вы же все равно смотрите на цену. Даже когда жвачку смотрите, покупаете такие. Вы же не просто... Нет, вы даже все равно так смотрите на цену. А потом либо чек общий смотрите. Ёб твою мать, почему 5 тысяч сходил в магазин. Дальше, что еще? Три вещи, на которые смотрите вы чаще всего как покупатели. Подожди до УТП. Как ты думаешь, в УТП входит цена? Гарантия. А сколько крошечных я его получил? Сроки. То есть ты, например, готов доплатить 3 тысячи, если тебе его привезут не через месяц, а через 2 часа. То есть срок тоже влияет, правильно? Причем срок много чего. Срок доставки тут может быть, срок исполнения услуги самой. Ну, например, если в одном месте вам обещают у вас и я тебе сейчас за 2 часа сделаю, за 5 тысяч рублей, вы, конечно, скажете, не, 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 слушай, я пойду туда лучше 2 недели, но, тем не менее, я там тебе в специализированный центр. Либо хрен знает. То есть непонятно. Но, тем не менее, человек все равно смотрит на цену, на срок. На что еще смотрит? Третье. Здесь такая тема, связанная вообще обычно с гарантией, но гарантии, как мы знаем, нет нигде. Гарантия... Нет. Честное имя. Нет, нет, нет. Из головы вылетело. Да нет. В гарантию это входит все. Нет, нет, нет. Да, блин, подождите, господа. Гарантия... Вон, короче, давайте ее просто назовем гарантию. Смысл какой? Что значит гарантия? Гарантия... Вот вы говорите сервис. Сервис входит в гарантию? Да. Сервис. Ну, давайте так, в общей сложности. Потому что слово гарантия это такая вещь, которой вообще нету. По-хорошему. Не изменится ли цена и срок, например. Пообещали заодно. Гарантия? Да, я уже говорила. Гарантия. Еще в гарантию входит... Вот, прочитайте, все, что вы перечислили. Социальное доверие туда входит? То есть больше ли будет гарантия, что сделают вам в более проверенном месте? Например, вам друг сказал, что там хорошо делают. Вы куда пойдете? Да, да. Даже на 500, на 1000, на 3000 больше заплатите, ничего страшного. Ну, в зависимости от услуги. Тоже туда входит. Вот, поэтому, по факту, все уникальное торговое предложение состоит вот из этих трех вещей. Ну, если так быть честным. А бонусы? Подарки? У вас, как бы, подарки, я согласен, они работают, но они работают немножко не в той... Как вы считаете, вот смотрите, у вас человек говорит, просто представим, вы заказываете, не знаю, там... Винтовые сваи хотите поставить себе дом, ставить фундаменты винтовых свай. Ну, просто представим. Вы... Он вам объявляет цену в 75 тысяч. Вы идете в другое место, спрашиваете, там говорят 65 тысяч. Ваши действия. Да, честно, там критерии. Да ладно, что вы, вы все евреи, вы позвоните... ...вы 75 и спрашиваете, почему бы там вот так дешево. Точно! Вот, правильно все. Так и есть. Вы настоящие, как настоящие евреи. Типа, ты что, охерел, что ли, на 10 тысяч больше меня спрашиваешь? А то такой, ну, я вам подарок сделаю. Пройдет подарок? Нет, ну, если он установку в подарок сделает, то идет? Нет, он не сделает тебе установку в подарок. Это тогда еще половину надо срезать оттуда цены. Вот, подарки, вещь хорошая, но она не всегда решающая. То есть, если, смотрите, если у вас при всех общих равных, например, BMW там и BMW там, но в подарок коврики, где купите? А если BMW одна черного цвета, а вторая розового, но с ковриками? Конечно, это решает стандартный цвет, который ты хотел. То есть, понимаете, подарки не всегда решают. Они при общих равных, они дают дополнительные, это считается как бы уникальным торговым предложением, но это при общих равных только. Если, конечно, ну, не знаю, там, даже вот, iPhone в одном месте и iPhone в другом месте. Ты будешь выбирать сначала первое, все равно, ну, ты начнешь с цены, потом, вот ты начал, да, у тебя сроки, сроки одинаковые, правильно были, и там, и там доставки. Ну, одинаково, примерно. Перешел, купил. Перешел, купил? Ну, все равно на цену посмотрел, посмотрел, сразу забрал, забрал. И плюс тебе дали еще дополнительную гарантию, потому что ты решил на маркете покупать, потому что там подозрительно дешево. Потому что ему дали дополнительные гарантии. Подарки? Ну, тебе дали подарки какие-нибудь. Хорошо, что не плюнули. Вот. Не подарки, а до продажи тебе пытались сучить. Да, но до продажи сюда тоже не относятся. В принципе, все уникальные торговые предложения именно на этом и строятся. По факту, конечно же, упирается все в гарантию, по большей части. Особенно для москвичей. Но для некоторых, ну, например, вот, представьте себе, вы хотите поставить, я, почему рассказывают, винтовые сваи. Я просто смеялся, когда мне мужик рассказывал, я сейчас занимаюсь просто этим проектом. Он говорит, суше, столько умных народу просто пошло. Раньше как? Они приходят, им говорят цену, они уходят. Ну, покупают, смысле, либо уходят совсем. И все. А тут знаете, что начали? Мы же эти все ютюберы теперь, мы же все контентщики. Так так много контента в интернете, что теперь люди все заморачиваются, сами же считают, сколько нужно свай, знают, какие сваи, все вопросы начинают. Алло, здравствуйте, здравствуйте. Скажите, а сколько у вас будет стоить поставить 25 свай такого-то диаметра? Ба-ба-ба-ба. Такой, ну, 40 тысяч. Ага, спасибо, я перезвоню. Ба-ба-ба-ба. Говорит, я в шоке. Я говорю, я такой думаю, блин, а теперь представьте себе, вот вы все, три года назад таких как вас практически не было. И все, кто приходил, например, лендинги делать, на тебе деньги делай. А сейчас, алло, здравствуйте. А что у вас в услугу входит? Адаптивные были? Да, 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 адаптивность. Адаптивные были? А? По фу-ю или по другому? А, да, 4у, если по-русски. Фу-ю. Вот, и так далее. И, а у вас будет это? А точно? Ммм. А мультилендинг вы сделаете? То есть, просто, ты сидишь, просто спроси у него, что какой мультилендинг, он уже посыпется просто. Но он записал, как бы, что это важно, и он, то есть, а зачем вам, вот, главный вопрос, просто, например, зачем вам 25 свай? Можно поставить, например, другого диаметра, сэкономить еще 10 тысяч. Но он же, блядь, прочитал где-то. Вот. Поэтому УТП, оно, видите, оно сейчас в некоторых нишах, оно, ну, как вы вот человеку объясните, который уже начитался и знает, что ему надо? Попробуйте. Можно объяснить, но, опять же, контентом тем же. Типа, вас всех обманывают. Какой-нибудь статьи такой ему взбубенит, типа, вас обманывают ваши же статьи какие-нибудь. Вот. Ладно, мы чуть-чуть отошли. Итак, цена, срок, гарантия. Поэтому у нас следующим этапом, да, вот, а я здесь спешу, у нас идет УТП. Вы должны написать, вставил у вас самих УТП или нет. Еще как вариант, как вы понимаете, ну, смотрите, мне со стороны лендинга, например, кажется, ну, за 100 тысяч я делаю нормально. А клиент может прийти и сказать, да ты делаешь говно, за 35 там делают. И я его даже, в принципе, ну, как вот, ну, вот смотрите, как можно человека просто переубедить, что за 35 тысяч, вот просто легко, например, что за 35 в другом месте говно делают. Вы, видите, у вас у всех по-разному, то есть, на самом деле это просто цикл. Ну, получается, ну, получается, некоторые, хотите посмеяться, как некоторые из вас пришли? Я рассказывал истории на каких-то бесплатном, на бесплатном семинаре, и ребят, вот, несколько, я точно помню, или они онлайн будут, не помню. Короче, прямо рассказывали, прямо галочки ставили такие, о, это про меня, о, это про меня, о, это про меня. То есть, самый лучший вариант, это, если вы хотите закрыть своего клиента, ну, потому что их несколько видов, понимаете, кому-то важна цена, кому-то, вот реально есть люди, у которых просто 35 тысяч. И за, как вы думаете, можно им продать за 100 тысяч лендинг? Нет, они не нужны, потому что у них 35 тысяч, зачем мне заставлять их искать где-то, как вы думаете, они вообще пойдут 65 тысяч там, или сколько искать еще? Ну, а как же тогда айфоны продают людям, у которых 35 тысяч? Это уже бренд. Ну, нет, есть и люди, которые ко мне приходят, говорят, у меня последние 100 тысяч. Ну, я как бы говорю, да, хорошо, вот туда, ну, уходи. Потому что я им ничего не сделаю нормально, а они мне вытрясут из меня душу. Ну, и из моих работников тоже. Вот, но это в моем случае, потому что я могу просто отбрасывать людей.